Одна из групп популярной социальной сети. Она открытая, то есть информация в публичном доступе. Не ясно, насколько все серьезно, цели создателей таких площадок не очевидны. Вместе с тем психологи уверены, все причастные точно знают, что делают. С подростками общаются в игровой форме на их языке. Говорят, что они толстые, они переходят на салаты. Например, кушают только салаты. В мозг поступает мало питательных веществ, соответственно, человек становится более внушаем. У них есть такие игры, назовем это так, когда им, допустим, пол пятого разбуди меня, там какая-то игра разбуди меня в 4.20. То есть в 4 утра их будет. Соответственно, ребенок не высыпается, он не отдыхает, он становится более внушаем. За десятилетия с появлением интернета в каждом телефоне фактически изменился уклад жизни. Психологи рекомендуют родителям почаще самим заходить в глобальную сеть, интересоваться, что там пишут, в том числе и их детям. Договаривайтесь с ребенком. Если в социальной сети в настоящее время ситуация сложилась так, что это угрожает жизни детей, ну, значит, это нужно контролировать и говорить об этом ребенку, что здесь нет вариантов. Да, я должен знать, в каких группах ты там состоишь и с кем ты общаешься. Это не значит, что вы будете выбирать детям друзей. В городском управлении по делам молодежи регулярно мониторят социальные сети. Менее чем за месяц выявили 5 страничек, где предположительно продают наркотики, а также распространяют экстремистские взгляды. Так это или нет, будут выяснять компетентные органы. Здесь подчеркивают, вся подобная идеология приходит извне. Так как прямые запреты лишь подстегивают интерес, то они предлагают альтернативу на специальном молодежном портале, а также десятках страниц во всех возможных социальных сетях, не считая тех самых лайков и репостов от единомышленников. Это наш ответ всему плохому, всем тем экстремистским идеологиям и каким-то там различным моментам, которые могут негативно повлиять на психику молодого человека. Здесь и патриотика, здесь и развлекательный контент, и туризм, и серьезные, так скажем, заметки, где человек может действительно прочитать и подумать, задуматься о том, что есть хорошее, есть плохое, но выбираешь только ты. Сегодня в группах, созданных молодежными лидерами, состоят порядка 15 тысяч человек. Примерно половина анапских юношей и девушек в управлении подчеркивают, что все это реальные пользователи и здесь намерены далее расширять аудиторию. В идеале, чтобы на светлую сторону попадали, минуя темные углы.